доброго времени суток друзья приветствую всех на канале эрзон game и сегодня предлагаю вам как обычно прогуляться по одному из проектов который построен на базе игры gta 5 и находится на платформе 5 м ну и не откладывая в долгий ящик минуя меню персонализации заходим сразу же на проект тому же что никакого ознакомительного квеста или вообще какого-то ознакомление с проектом в начале нету поэтому нам придется действовать так как придется действовать в общем то вот ну и давайте будем заходить ну и начнем мы сразу же с мэрии ну мэрия внутри выполнена я бы сказал классически а вот к оформлению самого меню на этом проекте есть у меня огромные вопросы менюшки очень маленькие и невзрачные кстати говоря вот здесь продаются лицензии это отсылка арма 3 проектом на базе арма 3 rp здесь все виды добычи переработки точно так же как и в армии лицензируется вообще очень многим этот проект схож мне даже кажется что разработчик был когда-то на проектах арма 3 потому что все сделано именно вот так вот инструмент добыча переработка продажа ну и далее мы оформляем себе паспорт опять очень мелкие менюшки нихрена не видно непонятно и вот меню персонажа ну выполнена я вам скажу отвратительно ни хрена в нем не разобраться все очень мелко и очень непонятно и одно из таких непониманий мною это то что оказывается надо фамилию и имя писать на кириллице но ни словом об этом нигде не упоминается но потом зато полиция мне это предъявила но как это было понять я не знаю откуда мне было знать что надо писать на кириллице я написал латинскими буквами александр эрзон блин оказалось вот неправильно ну а вот таким вот образом выглядит сама мэрия ладно отправляемся в путь кстати пока ехал встретил очень интересный забавный грузовичок не знаю что это отсыл к чему но вот такой вот прикольный грузовичок здесь встречается так как эта платформа 5м то город здесь живой здесь есть боты и это естественно машина принадлежит кому-то из ботов но на ней написано навальный вот такая вот интересная фишечка ну двигаемся дальше и следующая точка посещения это такая биржа труда или биржа занятости не знаю как правильно ее охарактеризовать выполнена вот так вот и тут тоже надо сказать что какие-то помещения сделано очень красиво на какие-то даже не стали заморачиваться но в дальнейшем мы это увидим но тем не менее вот так вот выглядит это биржа занятости или какое-то агентство занятости здесь мы выбираем работу доставщика и вот обязательно вот это все нужно прочитать даже если вы это прочитаете вы не всегда сможете разобраться но это обязательно надо читать здесь много ненужного текста но и среди этого всего нужно выбрать нужное и обязательно на это обратить внимание во первых где это находится как это обозначается потому что ничего за вас никто делать не будет потому что проект в целом не интуитивны и такое впечатление что он настроен против игрока чтобы как-то замудрить все как-то все перекрытие ли спрятать но это мы все еще увидим ладно следующая фишка это велосипед который дается вам в самом начале и он остается с вами всегда вот кстати заметьте я взял работу но даже не проложился маршрут до этой работы мне самому надо его искать и самому прокладывать как я сказал никто за вас ничего не сделает ну возвращаемся к велосипеду велосипед дается вам здесь при входе и он остается с вами навсегда причем где бы вы его не оставили на какое бы время вы его не оставили он всегда будет там где он был вами припаркован он всегда будет с вами поставить его в гараж или просто оставите на улице он будет там вы выйдете зайдете через три дня он будет там данная система мне очень понравилась никаких вам одна минута три минуты не отходить от своего транспорта нет где вы его поставили там он и будет стоять он всегда будет с вами а мы тем временем добрались до места работы так называемая работа доставщика и тут начинаются опять трудности связанные с меню вот как понять через эту менюшку где здесь что я не знаю вот серьезно опять обращаемся к тому самому тексту про который я говорил если вы перемотаете назад и посмотрите тот там написано организация выдает бесплатный транспорт за который вы платите ну чушь уже ну ладно но она же должна выдавать этот транспорт за который я плачу но в этом меню на точке трудоустройства хрен чего поймешь ваш транспорт купленный раньше купить гараж здесь все во-первых напичкана и гараж и купить и все все здесь еще и мой транспорт какой-то который мне мог бы быть например я тоже могу его видимо здесь достать в общем разобраться в этом очень сложно я несколько раз подходил попытался понять что вообще от меня требуется оказывается надо выбрать пункт купить там за по моему то ли 10 то ли вообще по моему за 0 не помню надо его купить потом выбрать меню ваш транспорт и в вашем транспорте будет написано арендованный скутер вот таким вот сложным образом почему сразу то не дать скутер ну почему его сразу не дать после трудоустройства что за чушь такая непонятно очень сложные менюшки абсолютно не читаемые сложный и хрен в них разберешься отправляемся на точку доставки которая автоматически загорелась на мини карте вот на точку трудоустройства она почему-то не загорается а вот здесь она загорелась хотя вот здесь то как раз мне и не особо было нужно потому что оказалось что вот это вот есть . доставки но доставлять мне пока еще нечего если опять обратиться к той самой табличке про которые говорил обязательно надо читать то там было написано вы должны купить весь список за свой счет то есть самостоятельно но зачем же тогда прокладывать первую точку суда если мне надо сначала эти товары где-то купить первая точка это . закупки зачем вы привели меня сразу же на конечную точку блин ну я не могу вот так вот сделан весь проект если вы сделали такую сложную схему доставки на простой начальной работе что сначала надо поехать закупить весь список потом моего отвести ну так сначала тогда толкните игрока новичка туда поставьте точку туда где надо закупать эти продукты этот товар явить например не знаю вот где мне его закупать на проекте куча магазинов есть скупчики есть fix price есть простые магазины где именно мне это закупать вот туда бы мне лучше поставили точку а не на конечную блин вот как я вначале сказал проект пытается с вами бороться он ставит вас в тупик постоянно ну и ладно тогда что же пытаемся найти где купить эти продукты потому что нигде в описании этого нету надо самому догадаться где может быть этот список товаров я же принял решение вернуться на начальную точку работы здесь же стоит магазин но тут со мной сыграла злую шутку это дурацкое меню я открыл менюшку сверил с правой с правой менюшкой что мне нужно купить посмотрел что есть в магазине ничего и списка нету и ушел оказывается в этом меню это не полный список вы можете до бесконечности листать вниз и товар будет меняться но это никак не понять строчка оранжевый выделитель просто перескакивает вверх и вы думаете что вы дошли до конца и перепрыгнули вверх а нет там список поменялся просто строчка перескочила вверх но по-другому никак вы это не поймете если просто не начнете читать что там написано то есть какой товар там еще есть оказывается товары поменялись а я подумал что просто оранжевый выделитель перескочил наверх нет все оказывается надо покупать именно в этом магазине просто надо до бесконечности крутить вниз и сравнивать есть там это или нет там этого то что представлена в правом верхнем углу а именно этот список нам и надо закупить в общем я не разобрался и уволился отсюда я вернулся обратно в эту службу занятости опять это дурацкое меню для того чтобы уволиться надо нажать безработный ну нельзя было написать до уволиться надо было написать безработный вот именно на вкладку безработный надо нажать потом сделать такого круга чтобы она опять активировалась ну и далее выбираем следующую работу какую вы хотите уровне нету можете выбирать абсолютно любую работу я выбрал работу электрика опять обязательно читаем вот эту вот аннотацию как я и говорил даже прочтя ее вы все равно не разберетесь но надо прочитать иначе вообще затупите здесь написано что нам надо поехать и купить инструмент опять за свой счет сколько инструмента ни слова не написано просто купить инструмент 1 2 15 40 100 сколько надо ни слова дальше обозначается это все красненьким гаечным ключом но их три штуки на карте какой именно вот какой именно гаечный ключик мне нужен ну и следующее естественно там было написано что придет сообщение на телефон поэтому надо поехать и купить телефон с телефоном все более-менее просто здесь в общем то есть три вида телефонов конечно же доступен самый дешевый потому что денег нету и я так чувствую или вины чувствовал на тот момент что у меня их и не появится ну и не надо сказать что телефон выглядит вот так мало функциональный не gps одних хрена нету в общем то телефону такой не знаю может быть все остальные какие-то более навороченные но тот что нам доступен самом начале вот такой вот я бы сказал просто карманный камень ладно все таки с горем пополам я нашел где находится эта организация почему-то на мини карте она обозначается как машинка грузовичок с гаечным ключом причем здесь работа электрика какая логика как вот догадаешься до этого машины с грузовик с гаечным ключом это работа электрика ну вот чушь какая-то а обозначено это все вот таким вот образом но здесь что-то связано видимо с машинами я даже не стал в этом меню ковыряться потому что менюшки не читаемые я уже боюсь их лишний раз трогать и вот как я вначале говорил да какие-то здания какие-то точки проработаны вот как например агентство занятости да все внутри интерьерчики а какие-то сделано вот просто триггер и все ну ладно вот туда та точка которая нам нужна где можно купить инструмент как я и говорил нигде же не написано сколько его надо вот как понять сколько его надо инструмент он есть инструмент что с ним может случиться я купил один инструмент но нет оказалось нет подъехав на точку кстати вот мы ездим и чиним банковские аппараты как там было написано вам придет смс к нет это телефон здесь вообще ни при чем ну и далее вот хотелось бы похвалить что есть анимация и вот такие вот красивые лучики сварочного аппарата но выглядит то это глупо мы варим сварочные сварочным аппаратом варим банковский аппарат ну такое себе конечно придумка но вот когда он выронил этот сварочник мне что-то ёкнуло ой 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 и да действительно на следующем аппарате мне попросили еще один инструмент оказывается сколько заказов столько инструмента и надо покупать но сколько будет заказов я же не знаю и сколько инструмента надо покупать так ладно я вернулся за инструментом но она больше не работает вот магазин больше не работает и менюшка даже не выскакивает как мне купить инструмент они за не сделаешь две точки не получишь зарплату короче говоря карьера электрика у меня тоже не задалась я вернулся туда же в агентство по трудоустройству и пошел работать строителем там в общем то тоже выскакивает табличка но читать там особо нечего так как здесь не требуется не транспорт не инструмент просто идем. Но здесь есть другие загвоздки. Вы можете обратить внимание, что на мини-карте загорелись точки. Они горят голубым цветом. Но горят они только на мини-карте. Визуально их вообще нет. Тебе надо искать их самому. Ну а как выглядит работа, вы видите. Затухание экрана, потом анимация и опять затухание экрана. И ладно, было бы бог с ним, что надо эти точки искать. Но большинство точек, большинство точек, не все, но большинство, расположены в котлованах. Чтобы до них добраться, нужно пройти несколько уровней. Вот как, например, сейчас на этой картинке. В самой-самой глубокой точке расположены эти триггеры, которые, кстати, надо найти. Видите, нет ничего. Надо ходить и тыркаться, когда триггер сработает. Вот где он находится. А он оказывается в самом углу. Но опять идет анимация и, в общем-то, все то же самое. Но надо сказать, что анимации есть два вида. Это вот заколачивание и то, что я уже показывал, сварочный аппарат. Мы что-то варим. Ну и на стройке это выглядит нормально, в отличие от того, что мы варим какие-то банковские аппараты. Вот яркое представление того, чем приходится заниматься. Из этих котлованов просто так не выйти. Вот он очерчен квадратом, но чтобы выйти, нам приходится оббегать огромные расстояния. Просто огромные расстояния. Мало того, что по лестницам, по подъемам, спускам вниз, вверх постоянно. И искать эти вот синие точки, когда их нету визуально, тоже такое себе занятие. Ну и это еще было бы бог с ним как бы терпимо. Хотя оплачивается это все очень и очень мизерно. Просто какие-то копейки. Никакой прокачки я здесь не увидел. Просто занимаешься тем, чем занимаешься. А по условиям этой работы смена длится 10 минут. И очень часто бывает, что ты бежишь, 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 уже подбегаешь к какому-то триггеру, а, блин, смена закончилась. И надо разворачиваться и бежать обратно в начало стройки, чтобы опять устроиться на смену. Ну, я не знаю, кто это придумал. Мало того, что это никаким образом не похоже на строительные работы. Во-первых, нет никакой антуражности. Нам не дали ни каску, ни форму, ничего. Ну и где вы видели сварщика, бегающего по стройке туда-сюда? Ну что это за чушь? Я не знаю. Ну и вот сама вот эта вот работа. Пробегись в один конец, потом опа, а надо в другой конец бежать. И опять устраивается по новой. Ну зачем это? Ну зачем? Кто это придумал? Ну а я изрядно устав от этой глупости, решил пойти и посмотреть, а сколько же здесь стоят автомобили. Ну и решил остановиться на БУ-транспорте. Вот таким вот образом здесь выполнен, так сказать, магазин автосалона или рынок бэушной техники. В технике оказалась всего одна машина. И та, если сможете рассмотреть на этом чудесном меню, стоит двадцать одну тысячу. Двадцать одну. Прям сейчас справа останавливаемся. Прижмитесь к обочине, пожалуйста. Да уж прижался. Так, а офицер выйдите? Поговорите, я пока машину поставлю. Молодой человек, как вы опасно двигаетесь на этом велосипеде. По центру дороги. Где сплошные? Куда спешите там? Ну кем работаете? Вот только устроился электриком. А можно ваши документики? Да, сейчас конечно. А я продвинуться немного. Так вот, да. Угу, так а... Я так понимаю... Его показалось же, да? Нет. У вас нет документов, да? Нет, есть, я был в полиции, я оформил документы. В мэрии вы хотели сказать? Да, и в мэрии было, потом пошел сдавать на права. Правда, так я и не понял, дали мне их или нет. Я их... Вас зовут... Аликс Нортон. Ну, по паспорту немного не Нортон. Вам придется, так сказать, сменить в будущем паспорт, потому что он недействительный, должно быть все написано кириллице, вот, так сказать... Как же я об этом не знал. Ну, так сказать... По прилету в штат вроде, да, да. Но, так сказать, мы не будем вас задерживать сейчас вот это вот душит за это. Ну, просто знайте, что, скорее всего, вам нужно будет поменять. Это стоит 50 тысяч, да, но вы можете, так сказать... Обратиться к людям свыше, мне кажется, они смогут помочь. Да, можете просто подойти, написать заявление на имя капитана полиции, и я думаю, это можно будет оформить, так сказать. Угу. 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 Я могу вам показать свой паспорт, но а вам нужно, так сказать, плюс... Плюс... Эээ... Не знаю, как это объяснить. Плюс. Посмотрите сейчас направо-вверх, на здание... Вот сзади меня там будет плюс. Но я, к сожалению, так и не смог разобраться, про какой плюс, про какое здание говорит мне полицейский. Но я понял одно, что я сказал еще в самом начале этого ролика. Когда я оформлял документы, паспорт, ни слова не было о том, чтобы оформлять надо на кириллице. Естественно, я написал латинскими буквами. Оказывается, теперь надо переделывать. Ну вот как так можно делать проект? С самого начала неразбериха. А мы переходим дальше. И следующая работа это работа таксиста. И надо сказать, что к этому моменту я уже провел много времени на этом проекте. И я начал понимать, что это за меню. Здесь надо арендовать машину. Но не надо искать слово арендовать. Надо заходить в слово куплю. Нажимаем купить и тут вам выдается список тех машин, которые можно арендовать. Ну и естественно ценник на эти арендованные машины. Можно выбрать три варианта. Кэп, простой седан и по-моему хэчбэк какой-то. Ну в общем выбираем. После выбора автомобиля по условиям этого проекта нужно нажать кнопку DEL, чтобы активировать миссию с ботами. То есть игроков мало, поэтому такси будет такое достаточно убыточное дело. Поэтому здесь есть миссия с ботами. Активируется, как я сказал, кнопкой DEL. Об этом во всем можно было прочитать опять в такой же табличке, когда мы устраиваемся на эту работу. Но и эта работа тоже не хороша. И не хороша она тем, что она убивает, как и работа электрика, кстати говоря, огромное количество времени. Вам надо ждать заказа. Электриком я катался минут по 10-15 в ожидании. Пришел заказ, съездил на заказы и все. И опять ты ждешь, когда тебе этот заказ упадет. Здесь же надо ездить. Стоять вообще бесполезно. Надо ездить. Написано, что вам будут приходить уведомления. Никаких уведомлений вам не будет приходить. Все заказы будут отображаться на мини-карте в виде зеленой точки, зеленого маркера. Но беда в том, что эти маркеры могут стоять на таком расстоянии, что мини-карта их даже не видит. И естественно, вы тоже об этом ничего не знаете. Вы узнаете только спустя какое-то время, потому что вам приходит сообщение, что заказ был отменен. Это значит, что вы просто проехали мимо. Он был где-то, но он не отображается на карте. Ну и вот таким вот образом я из пяти заказов, судя по сообщениям, которые мне приходили, сумел доставить только два. И то потому, что они вот так вот прямо передо мной загорелись. А те, которые где-то были в стороне, я их даже и не видел. Ну или надо, наверное, постоянно чекать карту. Я не знаю, как с этим работать. Если, например, брать как пример проект смотра, где вы открываете планшет и там весь список заказов. Выбираете все заказы, повезли клиента. Там тоже можно возить ботов. Ну здесь вот выполнено вот таким вот образом, что вы больше ездите, чем возите. Ну и вот как выглядит сама доставка. Есть анимация посадки, а вот анимации высадки, как видите, нету. Он просто на ходу выпрыгивает. Ну в общем, вот такая вот работа. Не самая худшая из всех, которые я видел. Но и тоже имеющая ряд недостатков. Следующие рабочие занятия на этом проекте требуют наличия собственного грузового автомобиля и лицензии, которые я показывал вам в самом начале. Переработку алмазов, нефтепродуктов и тому подобное. И если про работу дальнобойщика там же есть в центре занятости аннотация, в которой написано, что нужен собственный грузовик, то вот про работу нефтяника, про то, что нужен свой грузовик, нету ни слова. Поэтому я здесь и оказался. Не про то, что нужна лицензия, не про то, что нужен собственный грузовик, там не сказано. И хорошо, что мне вот повстречался один из игроков этого проекта, который, в общем-то, мне это все разъяснил. И еще заодно показал, где здесь есть еще одна работа. И да-да, на проекте есть еще одна работа, которая, кстати, не требует ничего. Ни лицензии, ни покупки инструмента, ни своего транспорта, ничего она не требует. И обозначается она почему-то чемоданчиком. В списке в службе занятости этой работы нету. На карте есть несколько чемоданчиков. Я съездил на такой чемоданчик, это оказалась работа для дальнобойщиков, перевозка грузов. Ну и, естественно, по следующим чемоданчикам я даже не стал ездить. Ну вот оказалось, что зря. Потому что один из таких коричневых чемоданчиков, это обозначается работа в депо. Работа водителя локомотива. Но вот только как понять-то, что этот чемоданчик, это как раз работа для новичка, работа для того, кто пришел на проект, хочет что-то поделать, ему не надо ничего не покупать, ни лицензии, ни свой велосипед, ничего не надо. Вот как об этом можно догадаться? Как вообще можно вот так строить проект, где ни черта не разберешь? Вообще ни черта. Ну вот оказалось, есть такая работа, на которую я бы мог, в принципе, пойти с самого начала и заработать себе хоть какую-то денежку. С этой очень-очень непростой экономикой. А экономика действительно, по крайней мере, начальная, но очень конченная. Я вам показывал бэушную машину, 21 тысячу, а самый дешевый грузовик стоит 90 тысяч. Ну, а мне за все это время удалось заработать только 5. И то, благодаря вот этой вот работе, которую я сейчас вам показываю. Работа водителя локомотива. Но и она не без косяков, и тоже очень неинтуитивная. Первый косяк, это читаем описание. Вроде все понятно, да? И там нарисован значок, видите? Синенький ящичек. И написано, что после трудоустройства пройдите на метку на карте, которая обозначается синим ящиком. А на карте синего ящика нету вообще ни одного. Есть всякие разные. Зеленые, желтые, красные. А синего нету вообще. Вот его вообще нету. Блин, ну вот кто так делает? Ну кто так делает, а? И здесь вот все сделано вот именно так. Вот как я вначале сказал, что такое ощущение, что проект пытается с вами бороться и постоянно ставить вас в какое-то нелепое и безвыходное положение. Ну, в общем-то и ладно. Идем на метку, которая, в общем-то, не синяя, а коричневая. И вот таким вот образом выглядит эта работа. Как я и говорил, работа водителя локомотива. Тоже не без косяков. Тут стоит один локомотив в другом, то есть два вместе. Вот они, видите, переливаются вот так вот. Это один в одном, потому что... Ну и ладно, уже на это даже обращать внимания не будем. Выдвигаемся. В общем-то, эта работа, наверное, самая лучшая из того, что я уже показал и с чем я здесь столкнулся. Работа прикольная. Единственное, что больше всего вам придется проводить от первого лица, потому что поезд ездит по туннелям, по мостам, и вид от третьего лица все время такой... Ну, вы и знаете, наверное, кто играет в GTA-шку, что в туннелях вид от третьего лица такой достаточно печальный. Поэтому больше приходится ездить из, так сказать, вида с кабины. Ну, и работа тоже такая себе с точки зрения того, что вы можете сейчас заметить, на карте горят маркеры. Вот они всегда горят. Их, по-моему, штук шесть этих маркеров. Но останавливаться надо только там, где горит вот такой вот зеленый шарик. Только на этом зеленом шарике надо останавливаться. Все остальные маркеры для чего, я не знаю. Вот они просто есть. Но надо всегда останавливаться только там, где горит зеленый шарик. Кстати говоря, на этом зеленом шарике можно остановить поезд полностью. В любом другом месте полностью вы не остановите. Поезд будет либо медленно ехать вперед, либо медленно ехать назад. Полностью вы его не остановите. Ну, и вот, как сейчас вы видите, выглядит это вот так. То мы возим цистерны, то мы возим огромные просто километровые составы. Как я и сказал, работа прикольная. Прикольная и, наверное, все-таки лучшая из всех представленных здесь работ. По крайней мере, вот на ней-то я смог хоть какие-то деньги подзаработать. Но и эта работа не была панацеей от бедности. Я заработал 5000 и понял, что чтобы мне показать вам дальнейшие работы, а это уже работа на себя, да, покупаем собственную машину, лицензию, и едем как в армии, добываем алмазы, там какие-то еще ресурсы, перерабатываем, продаем, то мне нужно как минимум 90 тысяч. Это я еще не беру в расчет лицензию и инструменты. Наверняка какие-то инструменты тоже нужны. Я не беру это ничего в расчет. Вот сейчас вы видите список автомобилей, которые здесь есть, которые можно купить. Но с такой начальной экономикой мне нужно потратить здесь, на этом проекте, ну, наверное, месяц. Реально месяц. А с меня хватило и этих пяти дней. Экономика, я еще раз скажу, начальная экономика абсолютно конченная. Нету ни пошаговости, ни какой-то разумной логики, ничего нету. Есть сплошное задротство и очень-очень неинтуитивные рабочие занятия, на которых очень сложно существовать. Я бы сказал, что, ну, этот проект не тестировался. Не знаю, как здесь интересно играть людям, но на самом деле я не очень много народу здесь и повстречал. Ну, больше мне в любом случае показать вам нечего. Если кому-то хочется разобраться больше в этом проекте, посмотреть, как же может выглядеть армовские механики в ГТАшке, заходите, играйте и получайте удовольствие. Ну, а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел и всего вам доброго. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok